Технологический процесс производства макаронных изделий Макаронные изделия это высушенное пшеничное тесто, отформованное в виде трубочек, нитей, различных фигурок. Они обладают большой питательностью, так как содержат не менее 87% сухого вещества. Сырьем для макаронного производства служит пшеничная мука высшего или первого сорта, полученная сортовым помолом из твердой пшеницы дурум или из мягкой высокостекловидной пшеницы. Добавки вода, молоко сухое, томатопродукты, яичные продукты, различные овощные порошки, креветки, морская капуста, морские водоросли, витамины. Макаронная мука должна содержать значительное количество клейковины 28-30%, хорошо перевозится и сохраняется, обладает высокой питательной ценностью. Изделия макаронной должны соответствовать требованиям ГОСТ. Производство макаронных изделий состоит из следующих этапов. Подготовка сырья, приготовление теста, формование, сушка и упаковка. Ассортимент макаронных изделий. Трубчатые макаронные изделия, к ним относятся макароны, рожки, перья. Нитеобразные макаронные изделия. Это вермишель длинные и короткорезанные. Подготовка сырья, сырьем для макаронного производства служит пшеничная мука высшего или первого сорта, полученная сортовым помолом из твердой пшеницы. Подготовка воды, вода на предприятии обычно поступает из городского водопровода. На макаронных предприятиях обычно создается резервный запас холодной и горячей воды, хранящейся в водобаках. Вода, предназначенная для замеса макаронного теста, подогревается в теплообменных аппаратах, а затем смешивается с холодной водопроводной водой до температуры, указанной в рецептуре. Подготовка добавок заключается в размешивании их в воде, предназначенной для замеса теста. На макаронных предприятиях меланж поступает в расфасованном виде в жестяных банках. Размороженный меланж должен быть использован в течение 3-4 часов. Приготовление теста – это самое простое тесто, которое приготавливается из муки и воды, не подвергается брожению или искусственному разрыхлению. Приготовление макаронного теста складывается из дозирования ингредиентов муки, воды и добавок из замеса теста. Дозирование осуществляется при помощи дозаторов, которые подают муку и воду, растворенные в ней добавками, непрерывным потоком, в месильные корыты в соотношении 1 к 3. В месильном корыте идет интенсивное перемешивание муки и воды, увлажнение, набухание частиц муки. Происходит замес теста. В шнековой камере происходит заключительная стадия формирования структуры макаронного теста. В зависимости от влажности различают три типа замеса теста. Твердый замес влажности 28-29%, средний замес влажности 29,5-31% и мягкий замес влажности 31,5-32,5%. Изделие после прессования хорошо сохраняет форму, не мнутся и не слипаются. При среднем замесе тесто пластично, легко формуется, изделие имеет гладкую поверхность. Тесто твердого замеса крошкообразное и малосвязное. Употребляется редко, только для штампованных изделий сложной формы. Тесто при мягком замесе крупнокомковатое, плохо заполняющее прессующий снег. Сырые изделия из него легко слипаются, вытягиваются. Поэтому применяйте его для изготовления очень гибких изделий, которые необходимо фигурно уложить в моток. Перед вами дозатор муки и воды для прессов LPL2M. Схема этого дозатора. Вакуумная обработка теста достигается технологический эффект. Улучшаются реологические характеристики сырых изделий, внешний вид выпускаемой продукции. Возрастает прочность и улучшаются кулинарные свойства макарон. Встречаются два варианта обработки теста в вакууме. Вакуумирование в шнековой камере прессы и в стадии замеса перед прессованием. Выпускается макаронная пресса с вакуумированием теста в последнем корыте тестосмесителя перед прессованием. Перед вами схема пресса LPL2M. Прессование. Цель уплотнить тесто, превратить его в однородную пластичную массу, а затем придать ей определенную форму. Формование осуществляется продавливанием теста через отверстия металлической матрицы под давлением 10-12 мегапаскаль. Выпрессовываемые изделия перед резкой или во время резки интенсивно обдувают воздухом для получения на их поверхности подсушенной корочки. Это предотвращает прилипание сырых изделий к сушильным поверхностям и слипание изделий между собой во время сушки. Матрицы. Бывают круглые и прямоугольные, с вкладышами и без вкладышей. Прессование осуществляет в шнековых прессах. Форма изделий зависит от конфигурации поперечного сечения формующих отверстий матрицы. Отверстия матрицы могут быть вкладышами. Получают трубчатые изделия сплошными круглыми, нитеобразные, сплошными щелевидными, лентообразные и фигурные. Путем штампования из тонкого сформированного в виде ленты теста получают разнообразные фигурные изделия, а разрезанием на части тестовой ленты – лапшу. Формование осуществляет двумя способами – прессованием и штампованием. Эта операция обуславливает внешний вид продукта, плотность и варочные свойства. Разделка сырых изделий включает обдувки их воздухом для подсушки, резку по заданной длине и раскладку их на устройстве для сушки. Эта подготовка заключается в раскладке сырых изделий на транспортеры, лотковые кассеты и в развесе прядей сырых изделий на сушильные бастуны. Изделия интенсивно обдувают воздухом для получения на их поверхности подсушенной корочки. Это предотвращает прилипание сырых макаронных изделий к сушильным поверхностям и слепание изделий между собой во время сушки. Обдувка изделий. Сырые изделия для быстрой подсушки их поверхности обдуваются воздухом с целью придания им упругости и устойчивости к деформациям, особенно к слепанию и искривлению. Обсушку надо производить воздухом, забираемым из цеха. Нельзя обдувать изделия холодным воздухом, так как на охлажденных изделиях возможна конденсация влаги. Обдувку нужно ввести так, чтобы не происходило растрескивание поверхностного слоя изделия. Резка макарон – ответственная и трудоемкая операция разделки. При прессовании макарон для кассетной сушки выпрессованные пряди свисают под матрицей, достигая длины 1,5-2 метра. Затем механически подхватываются и укладываются на кассеты, после чего их режут ручной или механически. Короткорезанные изделия, вермишель, лапшу, рожки, фигурные изделия, суповые засыпки режут специальными механизмами с одними или несколькими ножами, срезающими изделия непосредственно у отверстия матрицы или на весу. Скорость движения, количество ножей и способ резко меняет в зависимости от вида изделий. Макароны иначе называют пастами. Перед вами виды пасты и блюда из нее. Их очень много. Сушка – самый ответственный этап производства макаронных изделий. Продолжительность зависит от вида изделий, типа сушилок. 30 минут для лапши и вермишели при температуре 50-70 градусов, 16-40 часов для длинных трубчатых изделий при температуре 30-50 градусов. Цель сушки – закрепить их в форму и предотвратить возможность развития в них микробов. Очень интенсивная сушка приводит к появлению в сухих изделиях трещин, а очень медленно и может привести к закисанию изделий. Температура сушки 35-60 градусов. Относительно влажных воздухов 20-50%. На макаронных предприятиях используют конвективную сушку макаронных изделий, а вдывание высушиваемого продукта нагретым воздухом. Для сушки макаронных изделий применяют следующие режимы сушки. Трехстагенный, пульсирующий режим. Сушка с воздухом с постоянной сушильной способностью. Сушка с воздухом с изменяющейся сушильной способностью. Сушка с предварительной термообработкой сырых изделий. Для равномерной усадки и уменьшения растрескивания и искривления сушку переводят постепенно, чередуя ее с отволаживанием. Сушку ведут до влажности готовых изделий 12-13%. Стабилизация и охлаждение высушенных изделий. Этот процесс необходим для того, чтобы выровнять высокую температуру изделия с температурой воздухоупаковочного деления, предотвращение испарения воды и уменьшение массы. В изделиях, подвергавшихся сушке в жестком режиме, вследствие неравномерной линии усадки, возникает внутреннее напряжение. Необходимо перед упаковкой изделия выдержать в спокойном состоянии. В течение определенного времени, достаточного для охлаждения, выравнивания влажности и снятия внутренних напряжений. С этой целью технологический процесс введения выстаивания или стабилизации изделий. Охлаждение высушенных макаронных изделий необходимо для того, чтобы выровнять высокую температуру изделий с температурой воздухоупаковочного деления, предотвращение испарения воды и уменьшение массы. Медленное охлаждение высушенных изделий протекает в специальных бункерах и камерах, называемых стабилизаторами-накопителями. Назначение стабилизации – релаксация внутренних напряжений, обусловленных усадкой изделий при сушке и постепенное охлаждение их до температуры воздуха упаковочного цеха. Охлажденные изделия не усыхают, что особенно важно. Охлажденные изделия подвергают обраковке, во время которой удаляют изделия, не отвечающие требованиям к их качеству, после чего изделия упаковывают. Упаковка макаронных изделий выпускает фасованными и весовыми. Упаковка готовых изделий производится либо в мелкую тару, коробочки, пакеты или фасовочными машинами, либо насыпи в крупную тару, короба, ящики, бумажные мешки. Процесс упаковки изделий включает подачу изделий на упаковочные столы или бункера, сортировку, проверку изделий, укладку в тару, взвешивание, маркировку. Сортировка осуществляется с целью отбраковки изделий, не удовлетворяющих требованиям стандартов. Основным признаком хорошего качества изделий служит отсутствие слитков, склеенных одна с другой трубок макарон, нитей вермишели и ленточек лапши. Трубки макарон при легком встряхивании должны свободно отделяться одна от другой. Недосушенные изделия необходимо отделить и отправить на досушку. Это схема упаковочного аппарата. Отбраковка. Удаляете изделия, не отвечающие требованиям к их качеству, после чего изделия упаковывают. Правильный вид макаронных изделий. Качество макаронных изделий определяет по внешнему виду, по цвету, вкусу, запаху и целостности. Органолептические показатели макаронных изделий. Это наименование показателя цвет, поверхность, излом, форма, вкус, запах, состояние изделий после варки. Хранение макаронных изделий. В сухом, прохладном месте, в темном месте, куда не проникают солнечные лучи. В холщевых мешочках или емкостях для сыпучих продуктов. Вдали от продуктов с риским специфическим запахом. Хранение макаронных изделий. В готовых макаронных изделиях содержание воды не более 13%. Кислотность не более 3 градусов. Для изделий с томатопродуктами не более 10 градусов. Хранят при температуре не выше 30 градусов. И относительной влажности воздуха не более 70%. От 1 до 2 лет на стеллажных чистых сухих помещениях без амбарных вредителей. Наименование продукции изделия могут быть из муки высшего сорта, первого сорта, второго сорта. С добавками изделий яичные, молочные, томатные, шпинатные, морковные, соевые, с пшеничным зародышем. Давайте, ребята, закрепим сегодняшний материал. Ответьте, пожалуйста, на такие вопросы. Какую муку использовать для производства макаронных изделий? Назовите 4 группы макаронных изделий. Условия хранения макаронных изделий какова? Соотношение воды и макарон при варке. Какова влажность макаронных изделий? Изучите виды и сорта макаронных изделий по представленным образцам. Домашнее задание. Сделать обзор и дать органолептическую оценку качества макаронных изделий. Изучить требования к сырью. Составить технологические схемы приготовления макаронных изделий. Учебник Назаров. Страница 119 и 124. Спасибо за внимание. На этом наш урок окончен. Продолжение следует...